Девушки отдыхают Начнем, как обычно, с разминки Представили себе треугольник Длинный сторон 5, 12, 13 Стандартный вопрос – найти площадь треугольника Активно вы начали участие, я вижу Слышу и формулу Герона И основную формулу площади через произведение стороны на высоту, проведенную к ней Но высоты не видим Также слышу и произведение двух сторон на синус угла между ними Но дело за синусом угла Угла нет Ну и различные варианты Акцентируемся, внимание, на чем? На длинных сторон 5 в квадрате Плюс 12 в квадрате Это будет равно 13 в квадрате Значит, по теореме обратной, теореме Пифагора Мы делаем вывод, что треугольник прямоугольный И площадь считаем Половина произведения катетов Досчитать уже не проблема Только вы не умножайте раньше времени Вы сократите дробь А 5 в 6 – это будет уже 30 Итак, мы немножко размяли себя с точки зрения Рационального использования теорем Различных Мы перейдем к нашей теме Тема у нас в 10 классе огромная Это многогранники Сегодня мы рассмотрим пару задач на призму Связанных с доказательствами То есть этот вопрос вынесен на основной Единогосударственный экзамен И вы, конечно, должны к нему готовиться заранее Первая задача Я буду изображать призму И по ходу ведения нашей беседы Рассказывать о ней, что дано Итак, изобразим правильную треугольную призму Чтобы она выглядела правильной А значит, в основании равносторонний треугольник И боковые ребра перпендикулярны основанию Допустим, воспользуемся теми же самыми Клеточками для удобства Раз, два, три, восемь Раз, два, три, восемь И здесь у нас То есть от вас Зависит изображение Условия, как правильно сформулированного текстом Итак, дана призма АВС А1, В1, С1 Правильная призма, повторяю Точка К, середина Ребра А1, В1 Отметим, что это середина Точка М на ребре АС По условию АМ Относится к МС Как 1 К 3 Чтобы правильно отметить эту точку Давайте сначала разобьем отрезок пополам И половинку еще раз пополам Вот это и будет расположение точки М Правильно, то есть пропорциональное Не где-нибудь, как-нибудь А в соответствии с условием задачи Ну и вопрос Доказать, что прямая КМ Перпендикулярно прямой АС Доказать КМ Перпендикулярно АС Также по условию дается, что АВР Но ВС То есть приношу свои небольшие извинения Она не является правильной У нее в основании Равнобедренный треугольник АВ равно ВС То есть вот эти стороны Равны друг другу Ну и, видимо, этим Нам понадобится с вами пользоваться Обязательно Итак, с чего начнем Доказательства На самом деле я не зря отметил эту точечку Она нам поможет Потому что вы сейчас видите В пространстве очень тяжело Доказать, что вот какая-то прямая Перпендикулярно какой-то другой прямой Значит, надо использовать Либо признаки перпендикулярности Либо какие-то иные теоремы Но очень важно воспользоваться Дополнительными построениями Большинство задач решаются С помощью рациональных Дополнительных построений Рационализируем чертеж В данном случае Выгодно опустить Перпендикуляр из точки К На ребро АВ Пусть будет точка К1 Так как К середина была То и К1 будет Серединой Здесь можно Сослаться на теорему Фалеса Ничего страшного в этом нет Затем соединим К1М И мы видим стандартную конструкцию Перпендикуляр Наклонная Проекция Если нам удастся доказать Что проекция К1М Перпендикулярна прямой АС То по теореме трех перпендикулярах Мы и докажем Что КМ Также перпендикулярна АС И задача будет решена И здесь я предлагаю Обозначить эту точечку Например Д Соединить К1Д Помним как мы Выбрали точку Д Точка Д Это середина Ребра АС Поэтому С этого собственно говоря Записи можно начинать Пусть СД Равно ДА Затем Так как по условию МА Относится К МС Как 1 К 3 То отсюда следует Что МА К ДМ Относится уже Как 1 К 1 Значит точка М Будет серединкой Отрезка Не забываем Также по условию БС и БА Равные отрезки Но если присмотреться Внимательно То теперь К 1 Д Это средняя линия Треугольника Итак К 1 Д Средняя линия Треугольника АБС И по свойству Средняя линия К 1 Д Равно 1 2 БС Или В силу условия 1 2 АБ Доказав Что К 1 Д Равно Половине АБ А так как точка К 1 Делит АБ Пополам Мы видим Что К 1 А Будет равен К 1 Д Итак Отрезок К 1 Д Равен Отрезку К А То есть Треугольник Д К 1 А Равнобедренный Что же в нем Проведено А в нем Проведена Медиана К 1 М И достаточно Вспомнить Свойство Медианы В равнобедренном Треугольнике Проведенной К основанию Она является Также И бисектрисой И высотой Что возьмем Высоту В данной Задаче Следовательно К 1 М Перпендикулярно Д А Мы подошли К тому моменту С которого Собственно говоря Начали К 1 К Перпендикуляр К М Наклонная К 1 М Проекция Собираем информацию Так как К 1 М Перпендикулярно А С То Наклонная К К М Перпендикулярно Д По теореме От 3 Перпендикулярах Я кратко Напишу Все прекрасно Знают Эту теорему По теореме От 3 Перпендикулярах Что и требовалось Доказать В данном случае Краткость Сестра Таланта И мы Увидели Как Эту задачу Стереометрическую На первый взгляд Кажущуюся Сложной Спокойно Мы решили С помощью Дополнительных Построений Домашняя работа По учебнику Погорелова По которому Все мы Работаем У вас Появится Возможность Когда вы Закончите Повторение Вместе со мной Решите Вот эти два номера 295 И 297 Всем желаю успеха Сиди дома Хэштег Нынешнего дня До свидания Здравствуйте Уважаемые Десятиклассники Сегодня мы Посвятим наш урок Решению Экспериментальных Задач На распознавании Органических Веществ Урок Проведем В формате Практической Работы Экспериментальная Задача Очень хорошо Показывает Насколько Вы овладели Знаниями По Свойствам Органических Веществ Насколько Хорошо Вы знаете Их Качественные Реакции Поэтому Целью Нашей работы Будет Применить Знания О качественных Знаниях Важнейших Классов Органических Соединений Для их Распознавания Конечно же Прежде чем Приступать к работе Нам нужно Вспомнить Свойства Основных Классов Если вы Забыли Вернитесь И просмотрите Еще раз Свойства Свойства Спиртов Одноатомных И многоатомных А также Фенола Свойства Альдегидов Карбоновых Кислот Вспомните Особенности Муравьиной Кислоты А также Отличия Предельных И непредельных Карбоновых Кислот Химические Свойства Сложных Эфиров А также Свойства И качественные Реакции Углеводов Мона Ди И полисахаридов Если вы готовы Тогда Приступим К нашей Практической Работе Оформляем Как обычно Записываем Что делали Что наблюдали Потом Подтверждаем Свои наблюдения Уравнением Химической Реакции И делаем Вывод По выполненной Работе Перед нами 11 задач По идентификации Органических Соединений Конечно Все мы Выполнить С вами не успеем Поэтому Начнем С задачи Номер 8 Перед нами Два раствора Формальдегида И уксусной Кислоты Наша задача Распознать В какой склянке Какой раствор Конечно Вы можете Сказать Что мы можем Это сделать И по физическим Свойствам Эти вещества Отличаются По запаху Но формальдегид Ядовит Поэтому вдыхать Его не стоит Воспользуемся Перечнем Реактивов Которые Предлагает нам Эта программа В условии Сказано Что это должен Быть Минимум Реактивов Формальдегид Является Альдегидом И взаимодействуют С аммиачным Раствором Оксида Серебра И гидроксидом Меди Но для этого Нам потребуется Дополнительное Оборудование Проще всего Распознать Эти вещества Используя Химические Свойства Карбоновых Кислот То есть Воспользоваться Универсальной Индикаторной Бумагой И чашкой Петри Помещаем Универсальную Индикаторную Бумагу В чашку Петри И нанесем По нескольках Капель Раствора номер 1 И раствора номер 2 Мы видим Что в чашке Петри После нанесения Раствора номер 2 Индикатор Изменил цвет Это говорит о том Что среда Кислая Таким образом Мы делаем вывод Что в пробирке 2 У нас Уксусная кислота А формальдегид Находится В первой пробирке И так Работа выполнена Правильно Давайте попробуем Решить еще одну задачу Задача номер 9 Нам нужно распознать Растворы глюкозы И сахарозы Эти два вещества Относятся к углеводам Глюкоза Это моносахарид Сахароза Дисахарид Но мы знаем Что глюкоза Обладает свойствами И альдегида И многоатомного спирта Сахароза Только свойствами Многоатомного спирта Мы можем Воспользоваться С вами Этими различиями Опять-таки По требованиям Программы Мы должны Использовать Минимум реактивов Поэтому получать Гидроксид меди Из сульфата Меди Гидроксида Натрия Будет здесь Не очень удобно Мы выберем Аммиачный раствор Гидроксида серебра И нам потребуется Нагрев Поэтому Штатив с пробирками Держатель И спиртовка Возьмем Пробы Из первого Раствора И второго Поместим в пробирку И добавим Аммиачный раствор Гидроксида серебра Нам нужно Нагреть Полученные Растворы Потому что Реакция пока не идет Для этого Мы зажжем Спиртовку И поместим Пробирка Держатель Пробирку И начнем Нагревать содержимое Вы помните Чтобы пробирка Не лопнула Мы должны Сначала Нагреть ее По всей длине А потом Нагревать содержимое Пробирки Мы видим Что в первой Пробирке Никаких изменений Не произошло А вот При нагревании Второй пробирки Мы наблюдаем Появление Серебряного Зеркала Как мы знаем Выделение Серебра Колпачком Накроем горелку Чтобы она не горела Итак Поскольку Во второй пробирке Мы увидели Выделение серебра Это значит Что во второй пробирке Был Альдегид Альдегидная группа Содержится Только В глюкозе Поэтому Раствор Номер 2 Это Глюкоза А сахароза Соответственно Была в первой Склянке Проверим Работа выполнена Правильно Наконец Последняя задача Связана с Предыдущим уроком Полисахариды Нам предлагается Распознать Крахмальный клейстер И глицерин Вы тоже можете Это сделать По внешнему виду Но давайте Докажем Все-таки Что в одной Из пробирок Действительно Находится крахмал Для этого Мы можем использовать Качественную реакцию На крахмал Его взаимодействие С йодом Для этого Нам понадобится Всего лишь Пробирки И раствор йода Возьмем Пробу Из первой Склянки И Пробу Из второй Добавим К этим образцам Раствор йода И мы видим С вами Что в первой Пробирке Наблюдается Синее окрашивание Это говорит Что Это говорит о том Что в первой Пробирке Находится Крахмал Итак Крахмал Первой склянки Глицерин Во второй Таким образом Мы с вами Решили Несколько задач По распознаванию Органических Веществ Давайте попробуем Написать Уравнение Химических реакций Которые мы с вами Видели Уксусная кислота Хоть и слабый Электролит Но диссоциирует С образованием Ионов водорода Именно они Дали окраску Индикатору Взаимодействие Глюкозы С аммиачным Раствором Серебра Вы можете Записать Или в усложненном Варианте Или в упрощенном Варианте Проверьте Свои записи Крахмал Крахмал С йодом Дает Синее Окрашивание Поскольку Реакция Очень сложная То мы Записываем В схематичном Виде Итак Мы с вами Распознали Некоторые Органические Вещества Вспомнили Их свойства И качественные Реакции Я предлагаю Вам дома С помощью Параграфа 35 Усовершенствовать Свои навыки В решении Экспериментальных Задач И выполнить Задачи Первого Варианта Также Вы можете Использовать Виртуальную Образовательную Лабораторию Virtual Lab Я желаю Вам успехов В изучении Химии Спасибо За внимание Здравствуйте Уважаемые Десятиклассники Тема Нашего Сегодняшнего Урока Про описание Сне С различными Частями Речи Итак Проблемный Вопрос Этот Рассказ Был Совершенно Неинтересный Анна Решила Прочитать Другой Следующее Предложение Ему Не доставало Внимание Матери Поэтому Он Уехал Никто Не доел Кашу И река Тянулась Вдоль Отнюдь Невысокого Обрывистого Берега Итак Как же Написать Эти слова Мы С вами На предыдущем Уроке Говорили О правописании Не Но Мы К этим Правилам Не Обращались Давайте Сегодня Повторим Правила Написания Не С Пояснительными Словами Кроме Того Мы Приставку Не до От приставки Не Для этого Нужно Первое Ребята Обратите Внимание Следует Различать Глаголы Составной Приставкой Не до И глаголы С приставкой До Плюс Отрицательная Частица Не Приставка Не до Имеет Значение Недостаточности Чего-либо Неполноты И пишется Слитно С глаголом Глагол С приставкой До И отрицательной Частицей Не Обозначает Действие Прерванное Не доведенное До конца Неосуществимое Например Ему Не достает Любви То есть Ему Не хватает Любви Мы пишем Слово Сне Слитно Следующее Предложение Он Не достает До ручки Двери То есть Действие Неосуществимое И мы Поэтому Пишем Здесь Сне Раздельно Итак Ребята Запомните Не пишется Раздельно В составе Конструкций Которые Усиливают Отрицание Это Следующие Случаи А Со словами Вовсе Не Отнюдь Далеко Ничуть Немало Например Это Вовсе Неправда Этот Случай Вовсе Не уникален Это Отнюдь Не очевидно Она Далеко Не храбрая Б С отрицательными Местоименными Словами Нисколько Никак Никого Никому Никем Никогда Никуда Никакой Ничего Ничему Ничем И тому подобное Например Случай Никак Не подходящий Следующий Никуда Негодный Проект Никакой Он Мне Не приятель Нисколько Не завистливый Никому Не нужен Ни в коем случае Не бесполезный При этом Слитно Пишется Слово Сне Если Это Прилагательное Наречие На Ое И Есть Такие Слова Очень Крайне Весьма Чрезвычайно Явно Довольно Достаточно Вопиюще Исключительно В высшей Степени То есть Слова Со Значением Проявления Признака Подчеркивающие Утверждение Например Очень Недобросовестная Работа Есть Слово Очень Поэтому Пишем Неслитно Спал Очень Неспокойно Стал Крайне Неактивен И нерасторопен Отвечал Крайне Невразумительно И неудовлетворительно Весьма Незаурядный Весьма Необдуманно Чрезвычайно Отзывчивый Человек И чрезвычайно Неприятно Итак Ребят Давайте Вспомним Первый Слайд С которого Мы начинали Сегодняшний урок И разберем Первое предложение Этот рассказ был Совершенно Неинтересный Мы видим Что есть Пояснительное слово Совершенно После которого Не будет писаться Со словом Слитно Второе предложение Ему не доставало Внимание Матери Поэтому Он уехал Здесь Не доставало Пишем Слитно Следующее Никто Не доел Кашу То есть Действие Не довезено До конца Поэтому Пишем Раздельно Здесь частичка Не И глагол Доел И последнее Река тянулась Вдоль Отнюдь Невысокого Обрывистого Берега Отнюдь Не Это слово После которого Не будет писаться Раздельно Итак, ребят Обратите внимание На доску И подумайте Почему же Так написаны Эти частицы Никого не спрашивали О журавлеве Все отзывались О нем хорошо И второе предложение Кого не спрашивали Сегодня Тот будет Опрошен Завтра Почему В одном случае Мы пишем Не А во втором Случине Для этого Нам необходимо Вспомнить Правило Как же Разграничивать Частицы Не И Не Итак Не пишется Первое Если нельзя Убрать Эту частицу При этом Поменяется Смысл Не упал То есть Упал Будет совсем Другой смысл Если есть Не плюс Не Двойное Отрицание Соответственно Получается Утверждение Не мог Не сказать Сказал И третье Если есть Обобщающее Утвердительное Значение Кто не слышал Все слышали Частица Будет писаться Первое Если можно Убрать Эту частицу И смысл При этом Не поменяется Нет Ни Звука То есть Нет Звука И второе Можно Заменить И Нет Даже И Даже Например Нет Звука Нет Даже Звука И Соответственно Не говори Ни слова Не говори Ни слова Итак Ребята Нам сейчас Необходимо Выполнить Задание Для того Чтобы Закрепить Теорию И для этого Нужно Определить Какую Букву Е Или И Нужно Вставить На место Пропуска Вы Пишите Слово В котором Ни Является Приставкой И пишется Слитно Первое Василиса Егоровна Сдержала Своё Обещание И никому Не сказала Ни одного Слова Кроме Попади Итак Ребят Слово Никому Это Отрицательные Местоимения С частицей Не Отрицательные Местоимения Пишутся Всегда Слитно Если Нет Предлога Поэтому Мы здесь Пишем Букву И И Слитно Кроме Этого Обращаю Ваше Внимание Что Нужно Уметь Отличать Никому И Некому Под ударением Будет писаться Буква Е А без Ударения Буква И Ни одного Один Это Числительное Поэтому Будем писать Раздельно Следующее Предложение Глухарь Получил Своё Название Не От Недостатка Слуха Который У него Очень Остр А По Месту Жительства Не От Недостатка Пишем Не С буквой Е И Раздельно С предлогом А Недостатка Пишем Слитно С буквой Е Следующее Предложение Спросить Дорогу Было Не У кого А Найти Е Было Нужно Несмотря Ни Потому Что Это Местоимение И Есть Предлог У И Пишем С буквой Е Потому Что Здесь Не Падает Ударение Падает Ударение Несмотря Здесь Пишем Слитно Потому Что Это Производный Предлог Можно Заменить Вопреки И Ни На Что Безударная Позиция Пишем В три Слова И С буквой И Следующее Предложение Учебника Ни У кого Не Оказалось Но Это Было Но Это Не Было Неразрешимой Проблемой При Наличии Интернета Итак Ни У кого Мы Пишем С буквой И В три Слова Потому Что Это Местоимение И Здесь Есть Предлог Не Оказалось Не С глаголами Пишем Раздельно Из Буква Е Не Было Не С глаголом Пишется Раздельно И Вставляем Букву Е Неразрешимое Неразрешимое Это Полное И Последнее Предложение Я Слушал Его И Думал Неужели Этот Человек Верен Себе Говоря Все Эти Неподобающие Ему Речи Итак Неужели Это Частица И мы Пишем С Е И Слитно Неподобающие Это Причастие Но Здесь Есть Зависимое Слово Ему Поэтому Пишем Раздельно Соответственно Ребята Нам Нужно Было Выбрать Слово В котором Пишется Ни И Еще И Слитно Это Было Слово Никому То Правильный Ответ Вам Необходимо Выписать Никому Домашнее Задание Ребята Вам Необходимо Выучить Теоретический Материал Этого Урока Кроме Того Выполнить Упражнение 359 Или 363 На Выбор Эти Упражнения Необходимо Выполнить По Учебнику Для Базового Уровня Обучения Под Редакцией У Власенкова И Рубченковой Спасибо За внимание Удачи Вам Ребята Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому